Музыкант счастлив с Мариной более 25 лет, из них 19 они в официальном браке. Супруги воспитывают 19-летнюю дочь Марианну. Свадьба Газмановых состоялась в 2003 году в Москве. Артист раскрыл интересные подробности торжества. По словам Олега Михайловича, не обошлось и без неловких ситуаций. Исполнитель хита «Единственная» и его избранница отправились в ЗАГС на шикарном кабриолете 1954 года марки Mercedes-Benz. Газманов позаимствовал автомобиль у друга, чтобы выполнить желание Марины. Позже супруги пришли к выводу, что поездка по городу на открытой машине была плохой идеей. Это было 15 июля, лето, жара страшная. Она сидела такая вся в платье красивом от Юдашкина и шляпки. И мы такие едем, полный кабриолет цветов. Все пальцем показывают, орут, Газманов. Я это все выдержал, признался Олег Михайлович. 71-летний народный артист России отметил, что на этом его свадебные приключения не закончились. Не успев доехать до ресторана, молодожены попали под сильный дождь. Только поставили кабриолет, и хлынул дождь. «Такой ливень пошел, а там же не закроешься», – посетовал Газманов. В ЗАГСе певец Шакира вал окружающих странной выходкой. Газманов буквально застыл у алтаря, когда ему задали главный вопрос. «Я краем глаза видел, как отваливалась челюсть у наших свидетелей. Все замерли. У жены глаза все время расширялись. И я эту паузу держал до последнего по Станиславскому», – рассказал артист. Через некоторое время Газманов ответил, что готов взять в жены Марину. По словам исполнителя, это была его маленькая месть за то, что избранница откладывала свадьбу. Зато потом она показала кольцо при помощи неприличного жеста. Это все запомнили, разоткровенничался музыкант в эфире программы «Они потрясли мир».